Время для новостей Донбасса. В студии Юлия Меншакирова. Здравствуйте. 40 обстрелов за сутки. В Донецкой области сохраняется напряжение на Мариупольском направлении. Там зафиксировано наибольшее количество обстрелов. Под огнем тяжелого вооружения Павлополь, Гнутова, Водяное, Маринка, Красногоровка и Широкино. О ситуации на линии соприкосновения Анна Азаренко. Грохот канонады слышно еще на подъезде к Широкино. Неподалеку идет бой. Обстрел начался с самого утра. В огонь ведется достаточно интенсивный. В самом Широкино сейчас ни пройти, ни проехать. Уничтоженные дороги и тротуары превратились в болота. Обстрелы ежедневно разрушают поселок. На Донецком направлении боевая активность снизилась, сообщает штаб АТО. Обстрелы продолжаются на Светлодарской дуге и под Авдеевкой. А накануне снаряды разрывались в селе Луганское. Огонь из тяжелого вооружения ввелся несколько часов подряд, рассказывают местные жители. Снаряды и мины падали прямо в огороды. Так дом подпрыгивает, а слышно-то как. С дивана сбрасывает. Один из снарядов попал в жилой дом. Остановившиеся часы зафиксировали прилет первого боеприпаса. 21-24. Хозяин жилища, к счастью, не пострадал. Утром мужчину увезли из поселка родственники. На Луганщине тяжелое вооружение в минувшие сутки не применялось. Вблизи Новозвановки и станицы Луганской огонь вёлся из гранатомётов и стрелкового оружия. В районе Попасной ранены двое украинских военных. Они подорвались на взрывном устройстве. Анна Азаренко, телеканал Донбасс. Юридическая помощь на линии разграничения. Получить бесплатную правовую консультацию юриста теперь можно прямо на КПВВ Майорск. Там открыли специальный центр. Какие услуги предоставляют специалисты, расскажет Алексей Куделя. КПВВ Майорск. Километровая очередь автомобилей в сторону Горловки и несколько сотен человек на автобус. Ночью пункт пропуска оказался под обстрелом, говорят пограничники. Линии электропередач перебиты. Поэтому работают на генераторах. Но пропускать успевают всех. Никого не залишилось. Останние, с початку року, каждый день закрываемся. Машин, осіб не залишается. Черги, как вы сами можете побачить, невеликие. Пассажиропотек за минулую дубу склав близко 5000 осіб и 700 транспортных засобов. Сегодня на КПВВ Майорск открыли центр предоставления бесплатной правовой помощи. Андрей Матюха – первый посетитель. Пенсионеры из Горловки просят юристов помочь продлить действия пропуска через линию разграничения. Вы знаете, не каждая людина. Я сам працював, и керівникам. И я так трошки розумію. Але ж, вы знаете, не каждая особа має юридичну освіту. И никто тебе не даст дві бланки, чтобы испортить. И потом, и, может, так, до близки начинностей его заповнювати. А так, бачите, я заповнюв. З какой радости зараз я повертаюся, и голова мне не болит, и ничего. В пункте правовой помощи можно не только оформить пропуск, но и получить полную информацию о графике работы государственных учреждений и даже подать заявки на получение различных документов. Люди зможуть проконсультуватися с будь-яких правовых питань. Отримати також зможуть деякі логістичні дані, тобто, де знайти управление праці та соціального захисту населення в місті Бахмут або в інших містах. Зможуть також дізнатися про всі можливі проекти соціальні, донорів також. Вони зможуть, де можуть отримати гуманітарну допомогу. Реалізують этот проект Министерство юстиції України при поддержке Норвежского благотворительного фонда і управління Верховного комісара ООН по делам беженцев. Ми розраховуємо, що цей проєкт зможе надавати допомогу людям настільки довго, наскільки це можливо. Тобто розраховано на увесь час існування цього контрольного пункту, доки люди тут будуть. Якщо це буде актуально, якщо ми зможемо погодитися з усіма інстанціями, також, звичайно, з прикордонної служби України, з штабом АТО, то, я думаю, будемо розширятися. Якщо центр правовой помощи на КПВВ Майорськ окажется полезним для пересекающих линию разграничения, такі ж можуть появитися і на території других пропускних пунктів. Алексей Куделя, Ігорь Монострів, Телеканал Донбасс. Домашнюю парностудію прикрыли полицейские в Мариуполі. Услуги онлайн предоставляла 27-летня женщина. Работала сразу с питью зарубежними сайтами, а в місяць получала до 700 долларов. В порно-бизнесі она в 8 лет. Женщина говорит, в це дело її втянув муж. Вместе вони зарабатували в п'ятеро більше. После смерти супруга в прошлом году жінчина не оставила порно-бизнес. В обычной жизни, говорят полицейские, вела себе тихо і незаметно. Думаю, це мені не втянуло. Просто, ну, как визнаєте, можливості заработати гроші, самі понимаєте. Люди заходили на сайт, регістрировались. Платили деньги і поминутно, за кожну минуту платили полтора доллара. В режиме онлайн задавали їй вопросы, що вона должна була зробити. Перехватили вооруженную банду і зачистили поселок від диверсантов. Спецназівці Донецької області провели масштабные учення. Правда, з боєвими патронами. Як прошла операция, видела Анастасія Пугач. Десять кимометров спецназовцы преодолевают в полной екипировке. На пути предусмотрено несколько огневых позиций. ГП-25 предназначен для стрельбы, для поражения живой силы противника. Стреляє 2,25 на расстояние до 400 метров. Здесь вставляється вот такая шкала, она двигається, нажимається і вставляється на дистанцію, которая вам необходима. Согласно легенде, спецподразделения полиції Донецької області должны захватить вооруженную банду, которая передвигається на автомобилі. Перехват начинають на мосту. Дальше задання усложняється. На спецназівців нападають диверсанты. Диверсіонна група відступає вглубь села. Спецгрупа починає зачистку поселка. Подключаються снайпери. Бойці готовы штурмувати дом. Мишель! Движення! Контроль! Во время ученья бойці использують боеві патроны. Це одне із заслівів тренування. Бість спецназівці в Донецькій області готовять в условіях, приближенні к боєвим. Наші подразділення просто немного відходить з общепринятих рамок подготовки для полицейських. Потому що ми знаходимося в зоні проведення антитеррористській оперції. І наше подразділення може ставитися з различними родами задач. Тому в систему подготовки нашого подразділення входит топографія, меноподрівне отдело. Анастасія Пугач, Телеканал «Донбасс». Она не може грати з дітьми і ходити в школу у Діані Деніна. Із-за епилепсії – слабость. Їе мучують часті приступи. Щобо избавитися від них, ребенку необхідно постоянно приймати лекарства. Купити які сем'я не в состояниї. Восьмилетнія Діана все время проводит на диване. Рядом играють родные брат і сестра. Але дівочка може только наблюдати за ними. Постоянно жалуються на те, що у нее слабость. Она не може двигатися. Она постоянно у нас лежит. В епилепсії ребенок страдає с рождения. Приступ може начатися в любой момент. І кожен раз последствия непредсказуемы. Когда був последний приступ, у нее ухудшилось состояние само по себе нервное. Она стала очень раздражительной, нервной. Кристина с детьми переселенцы из Горловки. Сначала перебрались в поселок Виноградное. Но когда им там стало опасно, переехали в Мариуполь. Страшно, конечно, находиться в таком положении, когда не знаешь, куда бежать, что делать. Недавно к ним приехала бабушка из прифронтового поселка Кодема. Женщина не могла там больше оставаться. В огороде снаряд торчит. Даже еще, по-моему, и не взорвался. И вернуться некуда. И дело в том, что здесь чужие. За аренду жилья и коммунальные услуги Денины отдают большую часть доходов. В разы больше средств необходимо на лечение дочери. Все ее лекарства едва умещаются в этой коробке. Целый ящик накопился. Диана чаще посещает больницы, чем школу. Недавно состояние девочки ухудшилось из-за обострения недуга. В месяц только на таблетки семья тратит свыше тысячи гривен. Неподъемная сумма для переселенцев, где каждая гривна на счету. Все деньги уходят на лечение ребенка. За помощью мама обратилась в гуманитарный штаб Рината Ахметова. Там оперативно откликнулись. В каком городе вы проживаете? В каком районе? Необходимые медикаменты штаб отправил в мариупольскую аптеку. Забирать посылку мать и дочь пришли вместе. Препаратов Диане хватит на три месяца. И на это время о приступах можно забыть. Спасибо большое Ринату Леонидовичу за предоставленную помощь. Это просто невероятно. Мы не верили в то, что такая бывает помощь. Большое спасибо, что такое своевременно. И один единственный человек, который отзывается, вот так вот идет людям на помощь. Адресную помощь штаб Рината Ахметова оказывает по обе стороны линии разграничения. За все время работы 7 748 человек получили поддержку в лечении и проведении операций. Почти половина из них это дети. Оксана Корчма, Евгений Якунин, телеканал Донбасс. В Украине более 300 тысяч безработных. Это официальные данные службы занятости. На одно вакантное место претендуют 6 человек. Где уровень безработницы самый высокий? Какие вакансии предлагают в следующем сюжете? Дарья ищет работу врача. В Киев переехала из Одесской области с мужем военным. В центре занятости предлагают вакансии с зарплатой до 5000 гривен. Тяжеловато пока. Так как у меня опыт не очень большой, поэтому в некоторых учреждениях не подходит мой уровень. Три года после института. Сергей работал налоговой. В сентябре попал под сокращение. Сразу, как только меня сократили, я пришел в нынешнюю работу, но решил искать еще что-то лучшее. Как говорится, каждая рыба искала лучше, где глубже. Работу в Украине ищут более 300 тысяч человек. На вакантное место в среднем 6 претендентов. Сложнее всего трудоустроиться в Луганской области. Там 27 безработных на одну должность. В Донецкой и Хмельницкой по 14. В антилидерах и Запорожская. Там по 12 человек на место. Самая важная работа – это Донецкий и Луганск. Через войну большую количество людей, которые переехали, нет инвестиций в регион и не створятся рабочие места. Соискателям, которые работали юристами, экономистами, госслужащими и правоохранителями, придется переучиваться, говорят в центрах занятости. Больше спрос на рабочие руки. Токари, фрезеровщики, сварщики, электрики и швей на расхват. Однако желающих осваивать эти специальности немного. Из-за низкой оплаты. Валерия Шапаренко, Богдан Стрелец. Специально для телеканала «Донбасс». Середина января. Время депрессии, предупреждают психологи. Ученые связывают это с тем, что праздники позади, сладости и деликатесы съедены, а деньги потрачены на подарки и застолья. Как не подастся унынию, узнавали наши корреспонденты. Праздники прошли, денег нет, а первую зарплату в новом году еще не получили. Многие украинцы соглашаются с учеными и признаются. Настроение у них подавленное. Все устали после праздников. Праздновать устали, мне кажется. Уже хотят отдыхать просто. Ждешь зарплату, зарплата, как всегда, опаздывает, особенно в это время года. Ну, ощущается, наверное, да. Может и право. Может и так, потому что дизина сегодня никакая. Немало расстроенных из-за уже традиционного январского подорожания всех категорий товаров. Я считаю подавленное настроение, когда нам поднимают цены на водку, на пиво, на продукты питания. Меньше половины опрошенных говорят, несмотря на трудности, депрессии не испытывают и в подобные исследования не верят. Брехня. Потому что депрессию создают сами себе люди. Это правильно. Украинские психотерапевты подавленность в середине января связывают разве что с длительным празднованием. Жирная пища, алкоголь, отсутствие физических нагрузок, короткий световой день. Все это действительно может ухудшить настроение и самочувствие. Света точно не хватает. Вот если света мало и плюс много есть и много пить, то получается такой вот эффект, когда у человека наступает действительно вроде бы депрессия. Люди очень мало двигаются на праздники. Большинство сидят дома. Психолог советует пересмотреть рацион, употреблять больше воды и овощей. А еще учиться наслаждаться приятными мелочами, независимо от времени года. Надо просто остановиться, взять чашку, почувствовать ручку этой чашки с кофе. Вот это и есть жизнь. Вот если вы так будете глоточками пить жизнь, вот тогда вы будете всегда счастливы. Рецепты хорошего настроения есть и у тех, кто убежден. Ощущение счастья не зависит ни от погоды, ни от курса валют, ни от количества денег на счету. Мне кажется, побольше там спелкуваться с родными, с каханными людьми. Хожу в бассейн. Много хожу. Зимой машины не езжу. Ну, баня. Каждую среду. Ну, может быть, какие-то презентики друг другу дарить. Просто так, без праздников. Это приносит радость людям. Оксана Вилента. Специально для телеканала Донбасс. На этом прощаюсь. Увидимся, как обычно, во время новостей Донбасса. Берегите себя и близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова